Чужая душа потемки. Сколько людей, столько и мнений. На вкус и цвет, товарищи. Нет. Мы пригласили нашего современника, он сейчас живет свою уникальную жизнь рядом с нами. Но как он видит мир вокруг? Так же, как мы? Насколько мы разные в этом? Попробуем разобраться в общем и частном в подкасте. Кто здесь? Дубль два, картина один. Поехали. Кто здесь? Сегодня с нами режиссер Александр Сергеевич Эльмакин. Вот он сидит. А почему он с нами здесь сидит? Потому что... Почему именно сейчас захотелось нам? Потому что недавно прошла премьера спектакля «Маленькая трагедия» в Лоском Драматическом театре в Саранске. Прекрасно, так ли? Мы присутствовали. Хотя Александр не из Саранска к нам приехал. Мы поговорили с московским режиссером, да, Александр? Я называл это московским режиссером, но ты родился в Саранске. Именно. А круто быть московским режиссером? А не в Саранске. Представьте, если называли бы Саранский режиссер. Мне круто? Да. Не знаю. Я никогда не думал об этом. Круто или не круто. Это может круто артисту или какому-нибудь молодому Денису Михееву может круто сказать, вот я работал с московским режиссером. А так я не знаю. Так сказал, молодой артист тоже молодой? Ну да. Я имею в виду, что если артист какой-нибудь народный, мне кажется, не особо важен. Не знаю. Я просто не задумывался об этом. Круто или не круто быть в Москве. Я в Москве, я московский режиссером. Мне комфортно. На творческом комьюнити в Москве тебе относятся как к московскому или как-то к провинциальному? Или там вообще нет такого рода линии? А как к провинциальному? Я в Москве. То есть, основление, оно любое творчество? Конечно. Я и учился в Москве, и работаю в Москве, и ставил в Москве. То есть, если мы представляем тебя здесь раз, то мы все равно понимаем, что ты на 100% московский режиссер. Интересный момент. То, что ты поставил здесь материал, за это платят ты? Как зарплату или что-то? Или ты просто приехал? Как москвичу? Ну да, что-то такое. Или ты просто по фану сделал, приехал? В смысле? Я приехал, бесплатно поработал. Я думаю, я от вас ожидаю тоже за интервью. Это же... Пора расходиться. Это же Москва все-таки. Зарплату давно. Да нет, ну как, это же работа, в смысле по фану. Это же работа. Ну, не знаю. Может быть, там... Я не знаю. Я думаю, что Денис ведет к тому, что вообще изначально инициатива приехать и сделать здесь что-то. Она исходила от тебя или от какого-то пацарамского работодателя, скажем так. Она обоюдная, давай так. Так сошлось, что она получилась обоюдной. И ты вместе с командой приехал сюда, чтобы делать это все таки? Знаешь, это такой вопрос обыватель. То есть, ну, люди не понимают, они знают, что вот кто-то работает там в фирме, в организации, да? Вот он там работает. А если он поедет в другую фирму, там, в другой регион, то есть это как это я... Ну, командировка. Ну, в командировке все равно работаешь для нас, на свою организацию. Сразу, знаешь, вот такой вопрос. Прям такой мощный, глобальный. Вот нам, ну, мы говорим про театры, да? Нам вот в нынешнее время аудио, точнее, видеоконтента, ютуба, телевидение, ну, телевидение уже отходит на задний план, кинотеатра. Театр, вот театр в таком понимании, который он есть сейчас, он зачем нужен? Можно ответить вот на такой вопрос? А можно, я тебе другой пример приведу? А есть у тебя, вот, допустим, давай так, с кем бы вообще, вот, если ты берешь наш мир, даже умерших людей, живущих сейчас людей и так далее, с кем бы ты хотел провести подкаст? Живущих? Или умерших, пускают, пофантазируют. Любого, любого. Живущих, наверное, с Сергеем Шнуровым было интересно. Вот смотри, вот представьте, что было бы интереснее, посмотреть видеоинтервью с Шнуровым или сесть вот так вот с ним поговорить? Ну, конечно, поговорить. Ну, есть момент, смотри, 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 вот я отвечу, прям тоже, у меня давно сложилось мнение об этом. Я на концерты, на живые концерты, был очень мало, мало раз. Последний раз на ДДТ, когда человек у нас приезжал, то есть у меня много очень таких, ну, фаворитов музыки, мне очень нравится, в том числе Ленинград. И мы с товарищем, мне говорят, слушай, вот тут нижний выступает Ленинград, поехали, когда еще был там рассвет. А я такой, что-то, блин, а что-то вот, ну, вот, вживую почему-то, вот мне, ну, почему-то не хочется смотреть. Вот, знаешь, вот есть у меня вот такой поток информации, который распринимают через колонки, да, и мне этого хватает. И мне как-то даже не хотелось бы там, ну, вот, со сцены я увидел бы его, ну, окей, чтобы изменилось. А вот было бы не, знаешь, что интересно, если бы мы оказались в каких-то условиях, таких вот, как вот с тобой, вот мы здесь оказываемся, да, там, на Маффе, например. Когда мы уходим, там, вместе, или что-то ржем, там, где-то выпиваем, там, кофе, или еще что-то. Или оказываемся... Или не кофе. Или не кофе, или оказываемся на каких-то очень таких жестких условиях, там, на самом простое, примерно, на необитаемом острове. Когда, когда ты видишь человека, вот как человека, не как какую-то картинку, вот, ну, там, звезду. Вот тогда было бы крутяк, потому что просто я по работе, ну, много, со многим как бы общался, и вот было бы интересно в таких условиях. А ты в итоге, ты был на концерте? На ДДТ был, на Ленинград, не, я как-то не поехал. Ну, прикольно, ну, ни скромно, что прям... Не лучше, чем видно? Пожалуй, нет для меня. Ну, не знаю, для меня это, как вы... Для меня это не так, так скажем. Я просто хотел провести параллель. Я понял, понял. Что и театр, это живое общение между тобой и артистами, произведением. Одно дело, ты смотришь кино, да, в котором снимали, там, 556 тысяч дублей, да, где можно все это переснять и переделать. И каждый раз ты включишь кино, и поворот головы артиста всегда будет один и тот же. Всегда. Потому что это уже снято, это уже финальный продукт. Ты придешь 11-го на спектакль, и может быть все по-другому. Я понял, понял. И это всегда живое. Мне кажется, когда соприкосновение живого с живым, оно дает какой-то другой отклик. То есть поэтому, в частности, ты выбрал театр, а не, например, кинематограф? Ну, не только поэтому. Мне этим нравится театр больше, чем кино, например. Именно своим живым присутствием. Я думаю, что многие, кто скажут, что театр круче, чем кино, они основным аргументом приведут именно это. Что мы видим, как рождается эта химия, как происходит это прямо на твоих глазах, и оно уникальное. Я не помню, кто, кто-то из наших. Кто-ли из наших. В общем, не буду врать, кто-то говорил в интервью, что театр и кино можно сравнить с канатом. Только в театре канат подвешен под потолок, и ты по нему идешь. А кино – это канат, лежащий на полу. Не помню, кто это сказал. Ну, красиво. Кто-то это сказал. Я думаю, что театр и нужен был. Да, потому что когда видишь, вот, когда я был на премьере, и смотришь, и слышишь голос, потому что ты у актеров очень важен. Это прям просто не только внешность, но вот голос, конечно, цепляет. Про ту актрису, которая играет Дону Анну, про жидака Никита Фекиста. Вот эти голосы, ты слышишь, это, конечно, видишь лицо, это шикарно забирать, нежели чем-то, наверное, бы смотрел или слушал. А у меня более глобальный, вообще философский, наверное, вопрос. Почему быть культурным человеком, потреблять культуру современную, или пусть не современную, почему это хорошо? Почему это правильно для человека? Потому что это возвышает. Просто для того, чтобы чувствовать себя выше, чем есть реальность, или как? Ну, слушай, вся наша, так сказать, чтобы быть человеком, надо стараться. К этому надо как бы идти всегда. Быть свиньей мы можем вообще ничего не делая. Это значит, как физическая форма. Чтобы потолстеть, не нужно делать ничего. Ты лег на диван, и все. Жири, пей. И оно само тебя приведет к такой форме. Но чтобы быть здоровым, быть хоть немножко каким-то, имеющим успех у кого-то, нужно стараться. И я думаю, что и в духовном плане, и в культурном плане такая же история. То есть, чтобы держать свой разум в форме. Ну, конечно. Это и есть глобальные цели. Ну, я думаю, да, мы же... Ну, и глобальные цели... Я еще где-то тоже в интервью говорил, что для меня искусство – это познание жизни. Я как бы смотрю на картины, или смотрю спектакль, или делаю спектакль, или пытаюсь сам понять эту жизнь через то, что я делаю. Я еще знаю, про что думаю. Ну, пожалуй, ты про это и говоришь. Есть, например, пирамида Маслоу, или Маслоу, как правильно. И вот где-то на вершине этой пирамиды – это как раз то, для чего нам нужно искусство. То есть, когда у нас все потребности низшие, закрыты, мы начинаем искать для себя что-то более важное. И вот мы приходим рано или поздно к искусству. Ну, то есть, это какая-то побочка выше нервной деятельности человека. Смотри, а я тебе сейчас и другое расскажу. В театре Вахтангова большой успех имелся представитель принцессы Турандот вахтанговский. Это, ну, вершина была. А поставлена она была, если я не ошибаюсь, во время войны. Что-то там, во время войны, что ли, где-то там. Когда люди были просто вот, да. И они приходили, и там это с них снималось. И другое. У них не было никаких вот этих, да, нужд низших. То есть, они перескочили через эти ступени, и они уже взяли. Наоборот, наоборот. То есть, не всегда по-разному работают. Не обязательно быть, понимаешь, в шоколаде, да, и идти в театр, чтобы закрыть свои какие-то духовные. И иногда, наоборот, ты приходишь с вопросами какими-то, наверное, неразрешенными. Наоборот, может, у тебя все плохо. И тоже надо идти в театр. Ну, мне так кажется. Тогда, пожалуй, я прихожу к тому, что цели и задачи искусства, они отчасти непостижимы, и они всегда, ну, спорны. Про них всегда можно поговорить и подумать. И так будет, наверное, всегда, и так было всегда. Это замечательно. Пожалуй, в этом году. А слесари ходят в театр? Это надо у них спросить, я не знаю. Я тебе скажу, я просто с ужасом в один момент узнал, что большинство населения театра не нужно. Это когда ты заснулся этому факту? Ну, года назад. Три назад. Как ты это понял? Ну, как-то, я даже не помню, не вспомню тебя, как я это понял. Ну, чтобы не врать, я не вспомню, как. Но я просто вот одинами понял, что он не... Страшно. Да нет, ну, слушай, один любит апельсина, другой ящики из-под апельсина. Тогда не страшно. Мне кажется, что все у нас гармонично в мире. Кто-то не любит театр, кто-то любит. Кто-то любит стендапы, кто-то не любит. Кто-то любит кино, кто-то не любит. Знаете, что есть люди, кто-то не смотрит кино никакое. Я думаю, нормально всю жизнь. Я почему спросил про слесаря к разговору о том, что когда у кого-то все в шоколаде, то есть когда потребности закрыты, и, наверное, в меньшей степени посещают театры, какие-то выставки, люди таких рабочих профессий, кажется. Хотя в советское время, наверное, были все ходили, да? Пользовались... Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Ходили, не ходили. Ну, конечно, ну, представь, если, допустим, человек вынужден закрывать четыре кредита, работает на трех работах с 8 утра до 11 ночи. Какой ему театр? Ну, какой? Давайте вернемся к спектаклю. Нам очень хотелось встретиться именно после спектакля, потому что ты как личность для нас стал чуть более понятным. И вот я хотел спросить, знаешь, про что? Тогда мне еще объясните про это. Какая я личность? Мы продолжаем кампанию. Сейчас мы в конце скажем, а то вдруг сейчас раскроем эти такой... Расходится уже от этих козлов. Я буду убивать вас первым в мафии. Очевидно, что есть постановки, которые ставятся многократно, регулярно. Маленькие трагедии наверняка оставились, наверняка не ставились, много раз. И мне хотелось понять, возможно ли сделать спектакль режиссеру так, чтобы там было как можно меньше субъективного, то есть чтобы ставить как можно больше авторского, именно автора, который написал это произведение, и как можно меньше своего субъективного, сделать такой рафинированный продукт, в котором квинтэссенция исключительно от автора. или это вообще нереально? Всегда ли режиссер является соавтором спектакля? Ну, явно не всегда. То есть можно сделать продукт такой прям... Слушай, основа, по крайней мере, режиссерского обучения в Щукинском театральном институте, потому что автор первостепенен. Но я же не могу с Пушкиным как с вами сесть и сказать, Александр Сергеевич, а что вы хотели здесь сказать мне? И он мне рассказал все, что он хотел. Я это взял, пошел и сделал. Все равно это как бы Пушкин через меня проходит, и я как бы это... Насколько я его понимаю, насколько я этого даю, это уже судите. Так же, как и через него автор, получаешься здесь. Но я вторичен. Так же, как и через него прошли истории, о которых он писал. Ну, конечно. Я считаю, что я вторичен, например. Насколько я близок, это, наверное, судите уже тем, кто смотрит. Опять же, ты читаешь произведение, допустим, и ты же тоже через свою призму его... Конечно, в моей голове уникальные картины. Да, уникальные. И ты далеко можешь думать не о том, о чем он писал. Ты думаешь о том, что ты думаешь, прочитав это произведение. Так же и спектакль ты смотришь. Ты можешь сказать, да, это близко к Пушкину, как я его понимаю. Или да, это далеко от Пушкина, как я его понимаю. Но все равно мы, наверное, никогда не сможем дотянуться до того, что хотел сказать он. И это прекрасно. Слушай, почему вот такой, опять же, традиционный вопрос, который все задают при таком-то... Валентий трагедии. Именно вот, знаешь, им 800 лет, да, там, одной из историй, одну историю, там, 16 век, 17 в... Почему? В Лондоне, который, когда же там, да? Потом, значит, с Моцартом тоже сотни лет. Вот почему вот сейчас, 2020... Ну, ты готовил, наверняка, раньше, там, в 2002 году ты... Ну, давай возьмем, что все-таки истории не столько лет. Потому что Пушкин он 124. Но он переосмыслил... Какая разница? Это его истории. Он хоть и брал какие-то сюжеты, но он все их перекладывал на себя сегодняшнего, когда он это писал. Поэтому им все-таки меньше лет. Давай возьмем Шекспира, когда он писал. Почему его ставят? Потому что вопросы вечны. Потому что у них нет ответа. Ты никогда не сможешь на них ответить. Мало того, что ты, понимаешь, ты не можешь на них ответить устно, вот просто сидя вот так. Допустим, не так. Ты можешь. Но вот мы втроем начнем отвечать, и вряд ли мы где сойдемся. У каждого с вами. Да, у каждого это раз. А во-вторых, ты это не сможешь ответить сам себе вот ночью под одеялом. Понимаешь? То есть можно ответить на вопрос, но делать так опять очень тяжело. Вот именно, понимаешь, если не льстить, если говорить с собой честно, вряд ли мы сможем дотянуться до этого и держать эту планку, которую задают нам все театры. Ты имеешь в виду какой-то моральный вопрос. Да, да, да. Поэтому вечные вопросы. Я думаю, что и ставится будет всегда. Как Гамлет, он будет всегда ставиться. Не будет ни одного времени, когда его не будет. Быть и не быть. Но кто на этот вопрос ответит, понимаешь? Даже если ты ответишь быть, кто знает, как ты поступишь, когда вдруг случится такая ситуация, как у него. Может быть, ты ответишь и не быть. Я в такие моменты думаю всегда про автора. Он хитрец, он плут, тот, кто пишет такие произведения, или он просто гений? То есть, рассчитывал ли он на то, что этот вопрос никогда не получит ответа, и он будет жить в веках? Скорее всего... Я не знаю, это рассчитывал ли он или нет. Скорее всего, это тоже такой вопрос, на который мы тоже... Я думаю, что... Кто-то скажет, надо упрощать, зачем там куда-то уходить в интерьер? Нет, я думаю, что если мы говорим о Пушкине, если мы говорим о Шикспире, если мы говорим о таких людях, то надо априори брать слово гений. Априори. Надо относиться к нему как гению. Даже вопрос не надо ставить, что он хотел или не хотел. Я думаю, что это просто надо на пьедестал отставить гениальный. И даже вопросам этим не задаваться. Это твой любимый автор? Пушкин? Да. У меня много любимых авторов. Он Александр Сергеевич и я Александр Сергеевич. Я это радуюсь. Не случайно совпало, наверное. У меня вообще последние уже 4 работы все авторы Александры. Представляете? Суподово себя в школе, наверное, не называли Пушкиным? Нет? Вроде нет. Обычно, когда Александр Сергеевич называется Пушкиным, Пушкиным, разнили, но у нас... Ну, мне кажется, после третьего раза уже никому это не интересно. Я думаю, что мне придется и следующую постановку делать автора Александра. Что-то есть на примете? Да не знаю. Погоди, надо еще отыграть 11-го. Или знаешь, или если не Александр, то хотя бы докопаться в истории, что родители хотели назвать Александр, но назвали каким-то другим именем. Мне уже придется. Для сторонников теории заговора. Да, мне уже придется искать Александра. Слушай, вспомнил, когда ты вначале заходил в зрительный ряд и думал, блин, а где он? Во время того, когда идет постановка, где вообще режиссер-то находит? Я тоже думал про это. Ходишь везде? Нет, я был на самом верху. Около радио-светорубки. А есть желание, там, крик ничего-нибудь, эй, влево, два шутка влево? Сказал, не матернись. А он сказал, эй, он не сказал, мат. Нет, желания нет. У любимого была такая фишка, он сидел в зале с фонариком, и когда что-то было не так, он светил зало фонариком. Это как историю рассказывали, тут оператор был, целевительный, местный, и он включил во время спектакля освещение, как там, фароль, как там, ну, на видеокамере, и подбежал, как раз. Женя подбежал, Женя, да, слушай, ну, мы стоим, мы стоим, Женя, мы стоим наверху как раз, и вот он снимает снизу вверх зал, и прямо вот светит нам, на нас тоже, на зрителей, Женя, который делал весь этот свет, всю эту красоту. Я абсолютно понимаю. Понимаешь, он около меня стоит, он просто выбегает, оббегает, все, я думал, он его прибьет там. Ну, и мне кажется, это правильно, нельзя так делать. Абсолютно, конечно. Надо... Знаешь, что у Жени есть страница в Википедии? Я не лазил. А я вот полазил, вошел. Евгений Виноградов летит? Вот. И мы говорили как-то до спектакля, мы с ним, нам посчастливилось немножко познакомиться, и кто-то представил его как номинанта на премьер «Золотая маска». По-моему, пять у него номинаций. А я вычислил, что он лауреат. Ну, нет, у него, по-моему, пять номинаций. Для славяна важно в страничке в Википедии, потому что для меня это показатель. На день рождения. У многих твоих знакомых есть страничка в Википедии, у меня нет, у меня у малых. Ну, давай начнем с того, что он главный художник по свету театра Линком. Это я тоже прочитал. Это уже показатель. Да, пожалуй, вот этот более веселый факт. Я был просто, как это, шикарен, что это сказать. Мы же не материмся, да. Шикарный свет. У меня, а мы же разговаривали накануне с ним. Я такой, я буду смотреть на свет. И в процессе начинается, значит, вот эта работа светохудожника, или как это называется? Художник по свету. Художник по свету. Я вижу эту работу, я начинаю там кого-нибудь дернуть, типа, смотрите, вы видите, вы видели. Мне особенно понравилась тень Командора, которая в конце вот была. Я думал, куда же не поставь живого человека? Я еще не думал, где же, где же она? А так с проекцией была, да? Вот смотри, как проекции, что творят-то. Современный мир какой крутой. Да, но это снимал наш артист вживую. Все снималось. Как не скачано откуда-то с интернета. Крутие. И особенно понравилась идея с розами падающими. Мы соседка, я такой, как они-то, как они-то, обязательно потом узнать, спросить, что это? Я сначала говорю, магнит такой. Существо, я знаю. Потом, знаешь, такой смотрю, зрение, слава, хорош, вернее, они эти. О, острие. Да все равно не можно, как же они делать? Обалдеть. Ребята, выдастывайте шпаги и примагничиваются. Да, потом я понял, что сейчас вот это офигенно. Жалко, что, знаешь, был бы крутой кадр, мы не успели, у нас фотофор тоже не успел снять. Когда вот они в ряд встают, я тоже телефон достал, блин, стремно, как снимать, нельзя ходить на сцену. Вот видишь, они пошли там, нельзя подниматься на сцену. А вот тут зачем они похлопали? А вот тут, думаю, отставить не будем. Вот, я думаю, что ж такое. Ну, другу сейчас достану, снимать, скажешь, нельзя тут. Только вот, а ты вот, а я только знаю, что на правый подлокотник нельзя руку квасить, наоборот, на левый. Вот и все правила, которые я знаю. Поэтому я сидел, и в общем, не снял. Слушай, понимаешь, что такое правило? Вот, который журналист снимал и светил светом на весь зал, он должен же понимать, что это плохо. А если ты достанешь телефон и будешь снимать без вспышки, никому не мешая, ну, какой вопрос? Нет никакого вопроса. А если ты достанешь, блин, зажжешь лампу вот такую, да, будешь светить в глаза артистам, зрителям, понятно, что это... Откуда идея, скажи мне по поводу розы офигенная. Родилась в процессе создания спектакля. Ты знаешь, Денис, что я гуглил вечером после премьеры, есть ли падающие и вонзающие сенсационные розы где-то еще в мире? Ну, не по всему миру я погуглю, я даже тебе сказал какой-то запрос в Билу. Я в Билой розы вонзаются, и там какие-то песни у меня пошли, в общем, совсем не то. В общем, я не нашел. Ну, слушай, я уверен, что где-то по-любому это есть. Блин, театр существовал столько лет, где-то по-любому что-то такое не делали бы. Я не видел. Это огромный... Это настолько сложно что-то создать новое, особенно когда вот есть вот сцена, вот софиты, вот люди, вот там... Ну, и еще звук, четыре вещи, которые они были, Вот, сделай, придумай что-то новое, да, из этого. Это же вообще невероятно. Ну, конечно, мы же не задаемся таким вопросом, вот мы сидим, я, да, Ира, Женя, Юля, все ли такие, ребят, давайте придумаем новое. Мы же так не задумываем. Ну, понятно, но у вас изначально такая задача, потому что вы же садитесь такие, мы понимаем все, что мы должны придумать новое, наверное, так и. Нет. Нет? Нет, мы как-то от автора идем. Мы пытаемся понять автора, его вскрыть, как бы, да, и сделать из этого спектакль. А так, чтобы надо как бы вот новое или чем-то поразить кого-то, у нас не стоит такой задачи. Если это получилось, слава богу, это побочка. Это не побочка, это результат работы. Меня вообще впечатлила вся твоя команда. Ты взял этих людей, уговорил их каким-то образом работать с тобой, привез в Саранск, вы сделали спектакль. Вы дальше будете работать? Или ну, до этого или есть вероятно, что они разбегутся? Нет, почему? Как это? Мы все люди, да, даже, я думаю, вы так же, когда работаем над чем-то, мы находим свою команду. Вот мне с этим человеком, понимаешь, мне с этими людьми не только работать с комфортом, у нас есть точки соприкосновения, поэтому нам легко. И поэтому я с ними, конечно, и продолжу работать. До этого с Женей мы выпускали с Женей и с Юлей мы выпускали спектакль в Москве 14 апреля премьера была. Кстати, забавно, 11 числа у меня будет премьерный спектакль здесь и премьерный спектакль в Москве в один день. Но ты остаешься здесь? Я буду здесь, Я хотел про команду еще, знаешь, что сказать? Команда крутая, вопросов нет. Все, вы, как мне кажется, появилась та химия, которая должна была появиться. А как ты относишься, например, к актерам без образования? То есть, мы же видим, что бывает там музыканты-самоучки. И бывает неплохо. А вот с актерами как? Давай так. Я по-другому на это отвечу. Есть ли у нас с Денисом Шансом? Нет, смотри, давай по-другому. Вот если я придумал спектакль, меня поразит какой-то артист своим талантом и так далее, своей работой и всем, и я потом узнаю, что у него это образование, ноль вопросов. Но с другой стороны меня раздражает, когда люди пытаются лезть в какую-то профессию, не имея образования. Вот так скажем. Просто люди, понимаешь, чтобы делать что-то очень и очень здорово, и при этом не иметь ремесла, как говорится, Альери в спектакле. Просто нет ремесла. И ты делаешь очень здорово. Это люди на грани гениальности где-то там должны быть. Я себя гением не считаю, поэтому я иду учиться. И так у меня больше шансов что-то уметь делать. И к прочим гениям относишься настороженно, получается? Нет, к признанным нет. Но просто, понимаешь, если ты такой нигде не учился и думаешь, что ты гений, я боюсь, что есть очень большой шанс разочароваться. Встречались такие люди на пути? Встречались, конечно. Конечно, что прям я гений. Честно говоря, таких счастей. У меня встречались. Вот я спросил про актеров, потому что я постеснялся спросить про режиссеров. Режиссеры без образования тоже, наверное, бывают? Бывают, и я думаю, понимаешь, перебежать МКАД без пешеходного перехода тоже можно. Но это один случай из тысячи. Рассчитывать, что ты сможешь так сделать, глупо для самого себя. Потому что время идет, жизнь не такая уж длинная. Но пыток мало, короче. Да, и если ты такой сидишь на кресле, говоришь, я хочу быть режиссером, кино, и я вроде уже в театре что-то могу, я хочу кино. Я не пойду все равно снимать, если я не получу образование. А ты не хочешь пока быть режиссером кино? Нет, мне интересно было попробовать, но я для этого сначала бы поучился, потом где-то ассистентом поработал, посмотрел бы со стороны, как, чего. То есть, вот это надо как-то войти, а не так, что все, я могу боинг пилотировать. Все, мне приснился сон. Да, типа того. Да, там есть незаконченный сценарий внутри этого сна. И я готов снять кино. В каждой профессии, будь то журналистика, да в каждой, что режиссер, что сантехника, да любая, абсолютно любая специфика, к тому же сантехникам тоже хорошим. Чтобы быть, знаешь, надо учиться неплохо. И в каждом есть момент ремесла. Если его нет, я думаю, что это всегда минус. Потому что ты даже, понимаешь, ты общаешься с людьми, когда ты учишься этой профессии, там определенный язык. Ты придешь, допустим, и ты не будешь просто понимать, даже о чем люди говорят. Ты будешь говорить на разных языках с ними. Поэтому я думаю, что это всегда важно. Слушай, есть какая-то у тебя идея над тем, какую бы ты историю хотел бы поставить, снять в кино? Какой-то сценарий или еще что-то? Какая-то мечта имеется на этот счет? Или не задумывался пока? Ну, такой прям оформленный, о котором я мог бы прям что-то рассказать. Нет, такой пока нет. Есть, в общем, куда смотреть. Но мне было бы интересно, да. Мне, как бы, сейчас я понимаю, что мне было бы интересно, и может быть, когда-нибудь, если все сложится, звезды сойдутся, может быть, я что-нибудь бы попробовал. А вы знаете, вы знаете, кто-нибудь слышал группу «Трактор боулинг»? Я слышал. Слышал? Ты знаешь, что я снимал свой клип? Нет. Ну, вернее, как, я проходил кастинг, давно-давно еще, проходил кастинг их клип, и прошел кастинг, и должен был сниматься, уже мы там отстали какие-то дубли, по-моему. В общем, давно было. И мне пришлось уехать летом, а они там доснимали, и им пришлось сдать другого. Но я даже... Ну, ты там есть все равно? Нет, мне там пришлось другого взять исполнителя. Что за жанр, альтернатива, рок? Ну, да, да, это что-то такое. Это Лусина Гевракян? По-моему, да. А, это Луна, который... Да, ты молодец. Спасибо. Сегодня ты, наконец. Я, я знаешь, я должен был приходить и бить главного героя. То есть, такой типаж? Такой, да. А у тебя актерское еще образование? Нет, режиссерское. Но при этом, как актер, ты тоже где-то играешь? Да, и у себя в театре играю. Я читал в интервью, что ты не любишь играть или не то, что не любишь вообще, отказываешься играть в своих спектаклях. Да. То есть, это не для тебя. Нет. То есть, спектакль для тебя должен поставить на другой режиссер и поставить тебе задачу и все такое. Да, это к вопросу, когда я сказал, что я себя гений не читаю, а я видел спектакли, где главные роли на себя и даже не главные, играли режиссеры спектакля. Я видел, как это бывает хорошо. Я видел, как это бывает очень плохо. И для того, чтобы так делать, нужно быть вот где-то на очень-очень высоком уровне. Поэтому я этого от себя... У меня есть супер вопрос, который родился сию секунду. А ты живешь в Москве. Много ли в твоем кругу общения, не обязательно там ежедневном, рутинном, много ли людей, которых можно назвать богемой и которых можно назвать крутыми представителем современного искусства, пусть не театрального? Ну, давай по-другому. Евгения Виноградова можно назвать богемой? Не знаю. Вот богемой я его назвать не могу. Но крутым представителем современного искусства могу. Понимаешь, смотря как это разграничить. Ну, богемой нет, наверное. У меня есть в окружении очень интересные творческие люди. Тут вопросов нет. А я именно, знаешь, о тех людях, которые в массовом сознании, в сознании меня как обывателя, дилетанта, это топ. Слушай, ты дружишь с Джигарханьяном, скажешь? Нет. Вот, я что-то тебе пытался. Уже нет. Ну, я знаком с Ширвиндтом, например. У нас в театре играл артист, он сейчас очень популярен в сериалах, мы с ним футбол играем часто, Ростислав Бершавер. Недавно я как-то наткнулся на сериал «Контейнер», никто не слышал. Там он играет тоже одну из главных ролей. Я поразился, какой он там хороший, просто восхитительный. Посмотрим, обозрим. Чуть вернемся любопытно по поводу театра, мы говорили предназначение его, и публики, и слесарей, и так далее. Ты видишь публику и там, в Москве, и здесь, в том числе. Видишь ли разницу между ней в наполняемости, в отношении публики более требовательный, Который более интересный? Да нет, нет, абсолютно нет. Интересный со всем зрителям. Вообще, в принципе, как тебе сказать, все равно в общей массе мы все, что Саранск, что Москва, что Питер, если вот в общей, под общей знаменателем, то все примерно одинаково. Я дополню вопрос Дениса. А если в Саранске открыть еще 20 новых театров, насытить их актерами, режиссерами, всем, чем нужно, станет ли от этого Саранск счастливее? То есть, и конкретно ты. Ты бы хотел, чтобы так было? От этого мы будем ходить по темным улицам, потому что бюджета не хватит на то, чтобы освещать город. Ну как? Это было бы круто вообще. Мне кажется, что в принципе на Саранск сколько? Пять у нас театров? Шесть? Долго того, я думаю. Я думаю, что это достаточно. Я думаю, что это вполне адекватное количество. Я думаю, что в Москве, например, их слишком много. Особенно государственных. Интересно. То есть, я-то думал, что Москва в любом случае это эталон, но оказывается эталон не эталон. Ну это мое мнение. Я не знаю. Мне кажется, что многовато. Мне кажется, многовато. Ну то есть 20 театров ты сейчас сюда дашь. Ну это условно единицу назвал. Понятно, что ли. Я бы больше сказал, чтобы... Мне кажется, что когда... Сколько населения у нас тут? 330 тысяч. В республике. В республике около 800. Это в Саранске 300, да? 370, да. Я думаю, я думаю, что тут должен репертуар быстрейся. Понимаешь, тут вот больше надо выпускать спектакли, чтобы это все шло вперед куда-то, а не так, чтобы поставили и там 10 лет играют один и тот же спектакль. Потому что, ну что, здесь сколько надо показать спектаклей, чтобы все сходили на него. Мне кажется, за пару лет это... К тому же мы должны иметь в виду, что не все-все, а все интересующиеся. Ну, например, да. Я правильно понимаю, но здесь больше классика ставится, да? Нет таких современных пастановых каких-то? Да, по-моему, почему есть? Есть Гришковец в театре есть. Современный автор. Я знаю, ребята ставили куклу. Тоже вполне себе экспериментально интересно. Я думаю, что разные есть на вкус и цвет. Каждый может найти то, что захочет. Я опять вернусь к театру с удовольствием. Еще больше меня заинтересовали. Тебе же понравилось. Тебе же, сам говоришь, зацепил тебя не китаяфи-актиста. Вот он сделал спектакль «Кукла». Я тоже очень хочу попасть. Она не получилась, потому что... А он в музыкальном или где? Нет, он в драме. Я тоже хочу сходить. Советую тебе сходить. И зрителям советую сходить. Сходим, с удовольствием. Нужно взять с них обещания. Несколько не знаю, как это сделать. Они должны в комментариях отметиться под нашим видео. А у нас еще есть частный, да, один? Интересно, чуть поговорить про частный театр. У нас же один, да? Махатик. Он нечестно считается. Ну, понятно, что существует. Он точно есть. А вот, наверное, еще как-то. Не в курсе? У нас есть? Не знаю, я как бы этим. Ну, я знаю, что Махатик не государственный. Наверное, в нынешних условиях невозможно существование без бюджетных вливаний ни одного, наверное, театра. Как это было до революции, когда были частные театры. Правда, в Ярославле известнейшие такие барские театры, наверное, сейчас это уже невозможно, да? Ну, ты сможешь театр создать с нуля? Я не. Понимаешь, ну, конечно, это же нужны большие денежные вливания. Я вот не был в Махатике, но театр это же аппаратура, это сцена, ну, помимо того, что артистам нам деньги платить, это же большие деньги. Отопление электричества тоже никто не отменял? Конечно, представь, когда, допустим, ты играешь в спектакль, а, допустим, в зрительственском зале там пять человек, ты ждешь света, больше, чем ты получишь от билетов. А еще надо заплатить, всем заплатить. Ну, частный, не знаю. Я, знаешь, к чему веду? Потому что, как бы, финансирование любое, определенно, оно диктует правила, наверное. Ну, конечно, ответственность. Да, в том числе. И, понятно, что, как бы, государство строит, делает свои рамки, вот, не хотелось бы ли тебе, как бы, их как-то расширить, не идти вот по этой колее. Ты про цензуру? Ну, это в том числе. Или у тебя нет для тебя такой проблемы? Ну, для меня пока этой проблемы нет. Потому что, мне кажется, что цензура начинается с самого себя. Ну, как бы, в рамках моей личной цензуры, моей, меня пока никто не ограничивает. Конечно, если мы работаем на госорганизацию, у нас есть определенные какие-то рамки. Но поверь, если ты едешь в маршрутке, у тебя есть те же самые рамки. И это неплохо. Ты не можешь вытащить телефон, врубить музыку на полную катушку, сидеть и кайфовать. Потому что всем остальным будет неприятно. И это личные рамки тоже, как бы, твои. Ты же должен это понимать. Если ты находишься в определенном месте, ты должен понимать правила игры в этом определенном месте. Это называется общество. Я думаю, что это нет ничего плохого. Нет, никто не говорит, что это плохо или хорошо. Констатируем, как бы, факты. А слушай, это думаешь, мне кажется, что давай по-другому, частный театр. Допустим, у тебя нет рамок, у тебя все равно не едет. Само собой. Я говорю, каждое финансирование, оно диктует свои. Просто чем больше источников, чем больше существует, тем больше вариаций различных. Ну, может быть, но полной свободы нет, ее не будет. И это тоже, может, хорошо. Александр, как ты думаешь, время эпатажных постановок прошло в нашей стране? Сейчас все это поулегло, поулеглось. Успокоилось. Успокоилось. Эпатажных, это какие-то, голые люди? Голые люди, что-то там, не вечные какие-то темы, а острые очень темы, современные, острые сию. Я не про эпатаж, про желание хайпануть и убить зрителей эмоциями. Да нет, я думаю, знаешь, как это будет всегда, наверное. Но мне кажется, что сейчас какая-то цикличность идет. Когда это началось, там, наверное, в конце 90-х, там это началось, уже было видно, что в это русло входит театральный мир. И мне кажется, сейчас это все так развернется и будет упор на классический материал. Мне кажется, немного подустали. Я думаю, что это будет выглядеть уже натужно как-то. уже чуть-чуть, уже чуть-чуть надоело. Все, отставляем театр. Ты же не только одним им живешь, правильно? Если питаться одного источника, то можно получить какую-то одну, одну болезнь, и охранничество заболевания, и ты, соответственно, черпаешь информацию из разных, от чего ты удовольствия получаешь? Вот футбол, ты сказал, да? Футбол люблю, еще одна моя страсть. А, ну да, ты же, что я с телефона смотрел? Да. Хочешь и в кино, там что? И в кино хожу. Ну, знаешь, вот что-то, как режиссер, началось, черпает, и мало стало включать. Но фильмов, я стал мало ходить. Почему-то? Сейчас интернет-площадки? Интернет-площадки. Сейчас можно кинопоиск, пожалуй. Ну да, я люблю, конечно. Есть какие-то не жанры, а вот что-то может быть вселенной, марвел, я это люблю. Слушай, я знаешь, что я скажу, я другое. Вот тебе нравится человек-паук? Это марбул или что это? Какая вселенная? Я не смотрел. По-моему, я смотрел, конкретно он нет, но вот марвел с поселенной мне нравится. Мне не очень нравится, знаешь, что? Я, по-моему, и последний какие-то смотрел, но я помню с Тоби Магуайром еще старый. Для меня его лицо есть Человек-паук. Дело не в этом. Нет, но суть не в том. Суть в том, что акценты, акценты кино, хоть вроде кино как бы, ну, не претендует на звание какое-то там, да, но акценты, которые в кино тогда делали и которые сейчас очень разнятся. Вот можно посмотреть тот, и если ты захочешь вынести для себя очень многое вот помимо экшена, помимо этой вот истории, там очень много чего заложено. Да, абсолютно. На Страж Галактики ходил? На Новых? А до этого смотрел? Хочу сходить не с кем. Ребята, сводите меня на Страж Галактики. Один сходи, я один сходил. Я не люблю ходить. Когда не с кем идешь, один. Я не люблю ходить. Бедный Денис. Сходите с Денисом, друзья. Уже сходил, зачем? Иногда приятно получать. Друзья, не ходите с Денисом, он любит ходить один. Сходите со мной. Однажды мы заходили с Колей на английский фильм постановка Лескова. Леди Магвы Псенскуеза, не помню, как это называлось, фильм. Мы вдвоем сидели, короче, прямо на самом верху поднялись такие. И пустой зал, абсолютно премьера, прямо премьерный день. И мы прямо на самом верху здесь Саранскуеза. Положили ноги на это, естественно. Я обожаю Лескову, и для меня это был вообще крутяк прям. И вот в Сараж Гавактике я ходил, я удивился, что помимо там еще человек трех молодых, была бабулька лет 65. И она оказалась знатоком. Как понять, знаток ты этой вселенной или нет? Человек, который не шарит, он уходит, титры начинаются, и он говорит, ну и пошел. А там дальше будут сцены, надо просто подождать. Бабулька осталась. Она не успела. Она ушла тогда, когда она затекла. И вот, как раз хотел сказать, крутецкий фильм, ты первые две смотрел, Как раз вот я поддерживаю тебя в том плане, что там столько заложено внутри идеи, в том числе и вечных, там дружба, любовь, семья. Очень круто. Ну я думаю, что большие вот эти произведения какие-то, особенно которые многосерийные, там всегда работа команды, она, ну, она всегда недооценена массовым зрителям. То есть мы думаем, ну сериал, или там, ну вот, вселенная какая-то там, люди-то наверняка продумали, что будут ценители, будут гики, будут копатели, которые скажут, что мы ищем глубину, и они ее найдут. Ну, кстати, вот Аватар второй мне понравился. Не смотрел, ничего не могу сказать. Вот там они, конечно, вот там прям чувствуется, что сюжет, полиентизированный. Нет, там больше такой в семью упор, но он упор вот как будто нарочитый, как будто специальный. Тебе не показалось, что больше для детей как-то? Мне показалось, что больше для зарабатывания денег, вот честно. То есть первый Аватар меня, ну, восхитил очень. И не только картинкой, а тем, что там вообще заложено. Ну, глобальные деньги. Человек, природа, понимаешь, это все очень круто сделано. А в этом ощущение, знаешь, что там, вот этот мир, который мы уже все видели, они переносят в воду, да, просто потому что. Не потому, что это как-то сюжетом очень сильно оправдано. И вот, и вот таких деталей так много, и это немножко меня вот прям вот. Здесь чувство, что это для того, чтобы именно заработать. Ну, есть, да. Работа для неудовольствия, а для именно... Нет, ну, может дать удовольствие от картинки, но вот именно удовольствие сюжета и истории я вот не очень получилось, честно. Картинка, ноль вопросов. Круто. Я к чему спросил? То есть, режиссер, который может снимать про Пушкина, то есть, вечно этим, он получает удовольствие от... А теперь я хочу сказать, я вот тут недавно наткнулся на сериал, кстати, тоже на площадке, называется «Надвое». Он вышел вместе с «Королем и Шутом» примерно в одно время, и все как бы хайп словили от «Королета Шута». А я так случайно как-то наткнулся, и блин, в каком я был в восторге? Это что-то русское? Это русский фильм, там играет Козловский и Петров, поверь мне. Ну, я не знаю, как вам, я в таком был в восторге, я со времен «Игры престолов» не ожидал выхода новой серии. Ничего себе. Вот он простой. Козловский и Петров и восторг в одном предложении. Ты понимаешь? Но это вот, я не могу даже объяснить. Я тебе доверяю. Он очень простой. Вот он очень простой. Там не такого-то экшена. Почему-то у меня такой, знаешь, какой-то флёр Чехова вот у меня остался. Но он меня до такой вот глубины зацепил. А кто режиссер? Я, если честно, не буду врать, я не помню. Но мне прям ну так зашло. Странно актёров-то запомнило, режиссёры? Ну, они очень известные артисты. Также, представь, мы пришли такие. Вот я в Никиту Феоктистову полю гладкую, а который всё... Нет, ну ты же со мной, ты же со мной сидел там, даже пил пиво со мной. Понимаешь? А это как бы, они же два таких медийных лица, да? Да я шучу, шучу. Но я советую. Не знаю, как вам, но я советую. Это вот то же самое, что фильм «Аритмия». Когда-то я увидел русский. Ой, меня тоже он очень впечатлил. И я, блин, я четыре раза ходил в кино на него, представляешь? Для меня это было вот так вот просто. Я ходил с сестрой, она была, наоборот, в унынии в каком-то от этого фильма. Она сказала, зайдите в любую квартиру, везде так. Зачем это снимать? Это никому не интересно. Финал там всё-таки такой. Я не знаю, как тебе объяснить. Не ходи больше никогда. Я бы так сказал о «Левиафане». Вот «Левиафан». Вот это вот как раз такие… Это как импрессионизм. Это просто создает впечатление какой-то вот этой хандры. Ну вот мне вот такое не очень нравится. Потому что там такая безысходность, понимаешь, от которой, блин, и так тяжело. А ещё это вот посмотришь, выброситься хочется из окна. Хочется хотя бы, ну, какой-то там вот маленький, малюсенький, в один глаз тебя засветил лучших светом. Вот такое. Елена такой же чувство. Елена такой же, да. В «Аритмии» как раз финал такой, он там более… Там заканчивается песней. Нет, там очень… Понимаешь, там вот этот главный герой, там вообще они светлые. Но они вот, хотя они в этой вот, как бы в этом болоте, да, все плавают, но они, блин, светлые. Они прекрасные, бестолочные. Да, но в них видится свет какой-то. Актрисы из «Аритмии», я забыл, как её зовут главный, которая вот эта… Её зовут Ирина? Горбачёва. 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 Она в сериале «Чики» играет, не смотря. Обалденно. Вот это вот там свет, там на юге снимался, в Ростовской области. Шикарная музыка. Она там тоже просто бомбическая вещь. Такие краски сочные, там про… Я не помню, сколько тут три подружки-проститутки, три или четыре, что ли. Вот, обалденно. Но кто-то скажет, там вот один наш знакомый сказал, «Зачем ты вот мне это?» Как ты сказал про «Левиафан». А мне наоборот. Я смотрю, и там хочется жить, там идёт такая жизнь, кипит всё это, и краски приходят. Не, ну у нас научились снимать сериалы сейчас. Сейчас прям эта индустрия, она прям сейчас в топе. Я тоже так думаю. Последний министр. Ну у нас как? У нас доходит всё чуть-чуть дольше, чем… Домашний арест. Это как со стендапом, со всей этой историей. Вот с рэпом, который пришёл к нам в страну. «Вампиры средней волосы». Очень популярный сериал. Почему-то не… Я много видел в предложенном предложке, но есть вещи, которые не цепляют. Бывший, который понравился сериал про «Зависимость». Я согласен абсолютно. Вот когда люди говорят, что у нас не могут ничего снимать, ни кино у нас нет. Я говорю, «Ребята, а вы телесмотрите вещи?» Да столько всего, господи, удовольствия получаешь от нашего русского. Просто фантастические. Хочешь сериал, хочешь фильм, полный метод. Обалденная вещь. Ну надо ещё, надо ещё работать. Мне кажется, у нас самое неудачное появляется, когда вперёд фильма вопрос коммерции. Когда задаётся вопросом «Денег заработать?» А всё остальное… Это коммерция или пропаганда? Это как реклама. Там советовал источник. Такая ненавязчивая. Камера так мимо проходит, да? Это как в ёлках. В этом «Ирония судьбы 2». Да, да, да. Ну вот эта реклама, ну блин, ну ребята, ну неужели? Ну там же столько денег. Ну какая беленькая водка. Ну я вас умоляю. Эвоза Саранский. Только Эвоза Саранский. Я хочу сменить вектор нашего разговора, потому что мы не уложимся в час, если мы будем говорить про сериалы, про кино. Погоди, я спрошу про… Наверное, всё-таки, ну завершим разговором про кино, и потом ты уже, пожалуйста. Нет, мне просто как бы… Очень-очень важно, интересно. Про кино. Не могу обойти эту сторону, это вопрос, потому что ты помнишь, когда мы так с тобой только познакомились, когда я узнал, что ты сын своего отца, я узнал, что это фильм, ДМБМ, для меня это очень крутая вещь. Вот знаешь, ну я проявил такт, я не стал… Я смотрел на тебя, как на, знаешь, вот пацан, на девчонку. Я понимал, что это не очень хорошо, надоедательным вопросом, впрочем. Но должен знать, что есть люди, для которых какая-то картина, какой-то творческий продукт, они очень важны в жизни. Они дают заряд, ну что-то там, где-то грусть, где-то вот для меня это заряд бодрости и веселья. Я по жизни вот несу цитаты из этого фильма. Я хотел спросить, ты же как бы вырос, да, ну вот видел успех среди общественности, успех своего отца как актера, хотя он абсолютно третий режиссер, да, по жизни все-таки, наверное, но широкое общество знает его как вот дикого прапора с фильмом ДМБ. Тебе никогда не хотелось что-то такое вот свое вот снять, что-то такое, вот именно вот такого направления… снять? Для массового зрителя, чтобы… Ну да, вот что-то такое… я, кстати, не соглашусь, что ДМБ для массового зрителя. Потому что нет. Я думаю, что нет. Мы чувствуем себя эстетами. Нет, реально, оно не для массового зрителя. Мне кажется, такое для широкого круга, нет? Ну, мне кажется, что вот если мы, допустим, сейчас на улице поймаем за шкирку 20 человек, посадим наверх и включим им ДМБ, я думаю, что процентов 40 из них и не зайдет. Зависит от возраста еще. От возраста, от пола, опять же. Девочки не нравятся. Ну, а вы видели девочек, которым нравится ДМБ? Да. Серьезно? А это моя жена, я же говорю. Нет, понимаешь, жена прекрасная, значит, да. Фильм, фильм реально классный. У него классный сюжет, у него классная идеология. Они реально, они все разошлись на цитаты. Почти весь фильм разошелся на цитаты. Да, вот ты как автор, как человек, который сам творит, ты думал над тем, как создать такую вещь, которая была бы, как сейчас говорят, принятым мемом. Ну, это же мем такой, да, огромный, гигантский. Я понимаю, как это должно быть. То есть, это должны быть талантливые люди это делать. Талантливый сценарист, талантливый режиссер. Когда собираются талантливые люди, оно так и расходится. Я понимаю, как это делается. Я сам как бы не планировал, даже не думал об этом. Просто надо делать, работать, работать упорно. Ну, конечно. По-моему, Охлобыстин писал. Да, да, Охлобыстин писал. Шикарно. Нет, наверное, там сценарист Роман Качанов. По-моему, они вместе, по-моему. Да, да. Ну, я не буду врать, насколько я помню, Охлобыстин. Охлобыстин писал. Все отставить цитаты в начале. да. Остановите. Что он тебе хотел? Взятку предлагал, но не дал. Так, давай, что ты? Я читал интервью, какое-то твое интервью, и мне показалось, что ты не лучшего мнения о современных детях. Мне показалось? Да нет, тебе показалось. Я вообще ничего против не имею современных детей. у тебя детей пока нет. Ну, у тебя есть вот это вот или есть? Проблема отцов и детей, что вот наше поколение было лучше, мы были круче. Но мы были другие. Лучше? Не факт. Может быть, хуже. Мне прям отчетливо привиделось, что ты как бы ругаешь за незнание истории, классиков. Да я тоже, слушай, я тоже много чего не знаю. И ты много чего не знаешь. Понимаешь? Мы не можем знать все. Мне, ну, это, наверное, понимаешь, как это? Мне немного жалко, что сейчас вот это вот клиповое мышление и вот мусор настолько доступен. Вот можно открыть телефон, да, тебя просто оттуда вот закидают банановой кожурой. А если ты как бы еще не можешь разбираться во всем этом, ты как бы все это в себя и проглатываешь. И мне кажется, что это вот плохо. Я думаю, что, ну, не все, но, конечно же, многие это как бы съедают и думают, что это хорошо. И хорошо бы, чтобы как-то еще помимо этого всего было другое, которое тебя могло уравновешивать. Я, например, когда мне было, ну, не помню, сколько лет, маленький я был. Я играл в футбол на стадионе старт в футбольной команде, а музыкальную школу номер один ходил играть на пианино. Я там, в раздевалке, понимаешь, какой там сленг у детей раздевал. И тренеры, как мы с нами разговаривали, да, ты оттуда выходишь, проходишь, ну, чуть-чуть, километр, да, два, заходишь в музыкальную школу, а там бах. И там по-другому с тобой разговаривают. Это как так вот раз-раз тебя и уравновешивают. Ты можешь и послать, да, но можешь еще и сыграть лунную сонату. Вот, мне кажется, это классно. Вот, это здорово. Хотя это я себя не превышаю, опять же. Мне кажется, что вот, как бы, когда открыли интернет, думали, что мы, у нас будет доступ ко всем знаниям человечества. Это вот то, что мы говорим о том, лежать и толстеть, Для этого надо постараться, чтобы оттуда достать все знания. А самое простое, открыть ютубчик и посмотреть, ну, я даже не знаю, там какой-то, или как тик-ток, я там вообще ничего не смотрю, никогда, я там не был. Но я уверен, что там можно просто залипать, как вот, со стеклянным глазом. Мне кажется, так было всегда, недаром говорят, есть такое выражение, площадной юмор. То есть, ты мог бы, если мы возьмем, там вернемся на сотни лет назад, и ты мог бы там по площади, проходя, увидеть петрушку, да, и там каких-то матерящихся, а мог бы пойти, и тебе пришлось бы сложнее гораздо, тебе не нужно было бы, точнее, нужно было бы куда-то там зайти, в помещение, какого-то театрика, там, да, смотри, то есть, потратить усилия, потратить силы, и это ли не как раз-таки современный, условно говоря, интернет, где тебе нужно потратить усилия, чтобы что-то найти, ну, сейчас небольшие, или ты выбирай, ты можешь бананами получить в лицо. Ну, понимаешь, смотри, я вспомнил, почему-то так, один случай из детства, мы когда во дворе собрались, с гитарой, что-то выпить взяли с собой, ну, нам было летом по 14, потому что я в Шаранске, в Саранске, да, на Химаши, сидим на беседке, что-то играем, там, какой-то праздник был, что-то отмечаем, и к нам подходит мужичок, местный, ну, да, такой, к нам подходит, подсаживается, такой уже пьяненький, и что-то начинает с нами говорить, там, а мы музыку играем, Сой, по-моему, что-то играли, там, что-то такое, он такой, вот, Сой играете, это кто-то, отдайте-ка мне, но мы такие, знаешь, с недоверием, пьяный вроде, да, гитара, мы ему даем гитару, он как начал звезду по имени солнца в оригинале играть, просто в оригинале, у меня глаза вот такие вот были, он еще там нас научил, как это все делать, понимаешь, вот тебе мем, но, понимаешь, но это, как-то сказать, личное соприкосновение, в любом случае, а не то, что ты можешь, как бы, перелистывать, ну, подошли к тебе на улице, что-то пристали к тебе, ты можешь уйти, но если тебе не нравится, но все равно личное, оно как-то вот по-другому воспринимается, чем то, что из экрана ты можешь листать, вот так вот, да, и выбирать, ну, и хорошо, когда ты еще умеешь фильтровать, это все. Несомневно, но чтобы ты сумел, тебе должны немного наставить родителей, ну, наверное, да, показать там, вот слушает сынок Джо Досена, Владимира Высоцкого, наверное, а потом Бабах и Михаил Круг, Михаил Круг, потому что, ё-моё, зачем я это слушал, Круг хорошие песни тоже, Сергей Наговицын, думаешь, какие-то, ну, да, там есть какие-то отбор, там есть. Что за вкусовщину, кому-то нравится? Ну, само собой, но я, сейчас я понимаю, что вот Джо Досен, Владимир Высоцкий, это высота, ну, что не говоря, Михаил Круг, это всё-таки другая высота. Это же как горы, знаешь, там, ты, откуда ты можешь увидеть чистое небо, откуда ты смотришь, такая пещера, тоже хотя бы, хотя тоже на какой-то высоте. Наша задача с тобой, как родителей, что не родитель, этот вспомнил, он молчит, я не в это несколько раз спросил, но ничего не говорит. Сейчас ты про горы сказал, а я вспомнил прекрасную фразу, кто в океане видит только воду, тот на земле не замечает гор. Очень красиво. Напишите прапорщик, но в то же время великие слова. Давай, мы у тебя спросим про книгу, как раз таки, которая, завершающий этап нашей беседы, это книга, которая изменила тебя, которая повлияла как-то на тебя, и о которой ты хоть в образе. И никак не изменила, она просто понравилась. Давай так, раз я вообще, повод моего приезда здесь, это Александр Сергеевич Пушкин, то я бы сказал Евгений Онегин. А знаешь, почему? Почему? Потому что это школьная программа, и все мы ее читаем в школе. Мы ее в школе прочли, выучили там пару страничек, и забыли навсегда, далеко и надолго. Поверь, если ты сейчас возьмешь его, перечитаешь, ты будешь в таком шоке. Я перечитывал до сегодняшнего дня, ну, раз, наверное, три. В разный возраст. Там, в 12, в 19, ну, через какой-то промежуток времени. Каждый раз я был просто в шоке. Это великолепно. Ну, вообще, про многие, наверное, школьные произведения, может быть, про Зараза. Достоевский, братья Карамазовы, очень сильно меня, у нас была постановка, я читал, меня они перевернули, опять, не могу сказать перевернули, но то, что у меня вот такие глаза были, я после этого посетил два монастыря и съездил там, где Достоевский писал, это, ну, не писал, откуда брал это. Блин, это великолепно. Карамазовы, братья Карамазовы и Евгений Анин. А фильм? А фильм, вот я уже сказал вам про сериал, да, это вот так вот из нового, чтобы вот там что-то новое мне очень-очень сильно понравилось. Это надвое, это говорилось? Надвое, да. Я не знаю, может, вам не понравится? Нет, такой задачи. Да, но мне, мне очень понравилось. А так, мне очень много чего старого нравится. Так вот, вспомнить, не знаю, облачный атмос мне нравится. Мне нравится, одерживаюсь. Три с половиной читались, там, четыре идет. Я на одном дыхании смотрел, вообще все эти три с половиной часа. А мне, значит, оказалось, я помню, у меня такая была раньше идея, когда не нравится фильм, вот ты сидишь, прям, господи, мучаешься, думаю, все равно надо до конца досмотреть, потому что было бывает такое, когда в конце прям такая точка, и ты такой раскрылся и понял, господи. И вот я, значит, три с половиной часа сижу, да господи, даже, и тут бах, именно в конце, вот насколько я помню, я запомнил, там вся фишка, я прям просветлел, блин, не срежу сидел. Но с фильмом «Дом, который построил Джек», он с Фортерьера, это вовсе не так. Не сработало. Ну вот «Облачный атлас», «Телефонная будка», мне нравится, «Одержимость», мне нравится, причем «Одержимости» два фильма есть, про барабанщика, и еще второй, он по-английски «Wicked Park», тоже «Одержимость», ну, русское название. Оба шикарные, но я вот прав, «Wicked Park», мне это очень нравится. Если мы посмотрим, мы узнаем тебя, как личность лучше, как ты думаешь? Слушай, и прочитаем по-новому Евгения Онегина. Да нет, ну, я же не состою из двух фильмов, понимаешь? Я же состою из 33 лет моей жизни. Ну, ведь из миллионов фильмов ты выбрал. Но я думаю, тем, что я не посоветовал вам непосредственно Каха, фильм, да, уже можно как-то... Ты в интересных чах можешь посоветовать его? Ну, я просто когда-то, вчера, по-моему, на кинопоиске увидел, что там оценка 2 и что-то, 2 и 1, что ли. Хотя миллионы просмотров на Ютьюбе, до этого шоу. Я не видел ничего. Я не видел абсолютно ничего. Ну, на Ютьюбе там каждая серия, там миллионы просмотров люди смотрят. То есть, понятно, что, видимо, у них аудитория кино и Ютьюб, Ютьюб она различается. Я ничего где-то не видел. Ну, мы обязательно посмотрим и почитаем. Я в школе читал из Евгения Онегина только то, что нужно было читать. То, что нужно было выучить. Мой дядя сам в честной грани. Не очень стыдно, честно говоря, не очень стыдно. Потому что, я думаю, что теперь, наверное, надо. Потому что теперь я зрелые личности, я могу оценить. Давайте закончим фразой из Евгения Онегина. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok